Спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, Павел Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Как всегда, традиционно. Видно ли, слышно ли плюсики в чат? Виден ли презентация на рабочем столе? Ага, отлично. Презентация загружена в папку ресурсы, поэтому можно забирать, кто еще не забрал. И сегодня... Ой-ой-ой, спасибо, спасибо, засыпали плюсиками. Все прекрасно. Итак, коллеги, раз все хорошо, тогда и приступаем. Вебинар у нас, надеюсь, не очень долгий сегодня состоится, потому что тема у нас не очень большая. Это оформление аналитических библиографических описаний, то, с чем нам очень часто приходится сталкиваться. Когда мы пишем наши статьи, когда наши дипломанты, курсанты, выпускники, дипломники оформляют свои работы и дают ссылки, и потом список источников вставляют какие-то статьи, части глав, части каких-то монографий. И вот с этим возникают вопросы, как это правильно оформить. Иногда и сами путаемся, не всегда понимаем эту разницу между там одна косая черта, две косые черты. Вот сегодня как раз про две косые черты мы и будем говорить. Но прежде чем мы перейдем, коллеги, вижу, у нас тут одна рука появилась, обозначение, типа кто-то просит дать ему голос. Напишите, пожалуйста, в чат, это кто-то хочет высказаться голосом или это просто промахнулись мимо кнопочки. Если промахнулись, ничего писать не надо, если хотим что-то сказать, тогда, пожалуйста, обозначайтесь. Потому что нужно будет подключать и обращаться к Павлу Юрьевичу. Значит, если возникают какие-то вопросы, вопросы в... Да, вот, голос свыше, говорим в чате, говорим в чате. Если возникают какие-то вопросы, вопросы, пожалуйста, у нас можно задавать в общий чат, либо во вкладочку «Вопросы». Просто в общем чате иногда что-то, лента пролистывается, и не всегда можно найти вопрос, что что-то можно упустить. Значит, и коллеги, сразу приготовьте. У нас сегодня будет несколько, так, парочка заданий. Поэтому подготовьтесь, на чем вам удобнее будет их выполнять. Мы будем переходить еще и на другой ресурс, где выполнять задания. Поэтому смотрите, как вам удобнее сразу писать ответ в чат, либо, если есть возможность, ну, с гаджетов это просто не всегда получается, а с компьютеров, да, перейти по ссылке в новую вкладку и там выполнить задание. Можно просто на листочке для себя сделать и потом проверить, посмотреть. Ну, вот какие-то инструменты для себя, пожалуйста, сразу подготовьте, чтобы потом нам на это не отвлекаться. Ну, и к нашей сегодняшней теме после долгого выступления. Мы говорим сегодня об аналитических библиографических описаниях и сразу к определению понятия. В новом ГОСТе, вот старое название мне, как-то, честно говоря, то ли привыкли, наверное, больше нравилось. Аналитическое описание. Ну, во-первых, короче, чем оно звучит сейчас. Вот второе название определения этого понятия – это то, как оно сейчас звучит в ГОСТе. Библиографическое описание составной части ресурса. Иногда буду использовать и то, и другое. Знак «равно» между ними стоит, но никак еще сама не могу перенастроиться на новый лад. И аналитическое описание, мне кажется, все-таки по сути ближе к тому, что мы делаем. Мы же составляем его на основе анализов. Анализируем и сам текст, сам документ, если можно так сказать, и тот ресурс, где он расположен. И на основе этого анализа мы и формируем то описание, которое представляем. Поэтому, ну, вот по новому ГОСТу оно называется теперь официально вот так – «Библиографическое описание составной части ресурса». Будем, конечно, стараться придерживаться новой терминологии, но про старую тоже не забываем. И особенности вот этого библиографического описания составной части ресурса, выговорила. Их можно отметить, таких основных особенностей три. Это то, что объектом для составления описания в фокусе нашего внимания находится сама составная часть, какой-то кусочек от большого ресурса, которым мы используемся. Это составная часть, но для идентификации и поиска этой части нам необходимы сведения и об этом кусочке, и сведения о самом ресурсе, в котором она помещена. Вот этот ресурс называется «Идентифицирующий». А вот в «Новом госте» это понятие тоже присутствует. Это «Идентифицирующий ресурс». И структура описания таким образом у нас будет состоять из двух частей. Одна часть касается кусочка, и вторая часть касается самого ресурса, в котором этот кусочек расположен. И вот это нужно всегда держать в голове, когда мы говорим об аналитическом описании. Он же библиографическое описание составной части ресурса. Что у нас есть две части, и про них не забывать. Что относится и что называется составными частями ресурса? Во-первых, это может быть самостоятельное произведение, то есть самостоятельный раздел какого-то большого ресурса. Отдельная статья в книге, в периодическом издании, в сериальном, продолжающемся издании, отдельные рецензии и так далее. То есть мы можем это произведение, например, статью из сборника, изъять. И сборник от этого много не потеряет. Мы вместо этого поставим другую статью, и сборник от этого сборником быть не перестанет. Поменяется какая-то только его одна часть. И самостоятельно эта статья может быть опубликована, например, и она выступает как самостоятельное произведение. Вот это вот основное, что нужно знать про этот составной ресурс. Второе, составным может быть часть ресурса, имеющая свое заглавие. Например, глава, раздел или параграф в книге, монографии, учебном пособии. Глава первая, введение в основу чего-то там. Глава вторая, внутренние коммуникации топ-менеджера. Есть название, вот это тоже, и мы на него делаем, ссылаемся на эту главу, и в дальнейшем мы указываем ее в списке источников. Вот это части ресурса, имеющие самостоятельный заглавие. Заглавие может не быть. Также глава, раздел, параграф может идти просто параграф 1, 3, 1, 5 без названий. Глава 4, глава 8 без названий. Это часть ресурса, не имеющая самостоятельного заглавия. Но выделенная в целях библиографической идентификации. Либо может быть часть какого-то параграфа, или раздела, или главы. Чаще всего мы имеем дело с первыми двумя типами составных ресурсов. Надежда Валентиновна, прошу прощения, отвлекаюсь. Надежда Валентиновна пишет, почему-то презентация скачалась в виде вордовского файла. Нечитаемые символы. Вообще-то это файл PDF. А, все. Если, Надежда Валентиновна, если вы... Презентация выложена в формате PDF, поэтому ее открывать нужно с помощью инструмента Adobe Writer. Если вы ее откроете, она будет открываться как вордовский файл, там вот эта вещь может происходить. Коллеги, если кто-то скачал презентацию и старается ее открыть, посмотреть, в чат мне тоже, пожалуйста, просигнайте, открывается ли, все ли видно. Тогда я вам просто в конце, чтобы сейчас не отвлекаться, в конце нашей встречи попробую в другом формате выложить. Нормально открывается. Ага, Надежда Валентиновна, значит, это вопрос, с помощью какого инструмента открываете. Ага, Наталья Ивановна, спасибо. Спасибо, коллеги. Как скачать презентацию? О, ладно. Небольшая техническая пауза. Значит, Елена Викторовна, как скачать презентацию? Справа наверху у вас есть символы и обозначения. Подводите к значку папочка, открываете ресурсы и щелкаете в открывшемся ресурсе по зеленому значку. Скачать. Не на саму ссылку, а на зеленый значок рядом с названием ресурса. Скачать. И она у вас закачается. А на смартфоне нет. Наверное, не знаю. Не знаю про смартфон, не знаю. Вроде бы должно быть. Нету, да, Павел Юрьевич? Ну, ничего страшного, коллеги. Если нету, я вам в конце тогда оставлю координаты, и можно будет написать. Я вам просто эту презентацию или выложу ее, может быть, в нашу группу, чтобы можно было ее тут собрать. Наверное, так сделаем. Выложим. Все. Решили. Выложим в группу, а тут заберем. Итак, три составные части ресурса. В основном описание даем на первые две. Так, закончили техническую паузу, идем дальше. И что является источниками? Соответственно, что является источниками, откуда мы берем информацию для нашего описания? У нас источников, частей две, значит, источников у нас тоже будет два. Две части. Для составной части в новом ГОСТе, пункт 7.1.5, указано, что источниками информации о составной части ресурса является первая и последняя страница листы или полосы, то есть элементы самого ресурса, на которых эта составная часть расположена. Вот почему, когда, я не знаю, коллеги, заставляли ли вас, нас часто заставляли, только в последнее время перестали это требование предъявлять, потому что все через гео-лайбрери делается. А раньше мы делали распечатки своих публикаций из журналов, из тех изданий, где они выходили, как бы подтверждения. И нас просили распечатывать и титул, оборот титула самого журнала, содержание и текст своей статьи. Причем с той страницы, где находится, даже если на одной странице набрано только название вашей статьи, например, ваша фамилия, а весь текст находится на следующих страницах, все равно вот эту страницу мы распечатывали. И страница, включая список источников, вот это при статейной библиографии и референсы. Вот это все и учитывалось. Вот это и есть первая и последняя страница самой публикации, с которой мы берем информацию для составной части. Другие части ресурса – это как раз само содержание, и оборот титульного листа самого издания, это уже является источниками информации о самом ресурсе. То есть берем те сведения, которые необходимы для идентификации этой составной части, и к другим частям ресурса могут относиться различные другие части самого ресурса. Это могут быть оглавления, содержания, если в нем содержится информация об этом статье, например. Это могут быть какие-то сопровождающие документы, наклейки, вкладыши, но это больше касается локальных электронных ресурсов. А для идентифицирующего документа, то есть того ресурса, где находится наша статья, весь ресурс в целом, весь документ в целом. И главным являются те части, которые содержат основные выходные данные и аналогичные сведения. То есть сейчас это титул и оборот титульного листа, который к нему приравняли. И титульный экран, этикетки, наклейки и прочее. То есть вот это вот две части зависит от вида ресурса, что мы берем для идентифицирующего ресурса. И какие разделы нужно смотреть в зависимости от ресурса. Это я вам здесь указала. В новом ГОСТе это разделы 5 и 6. На них мы еще постоянно будем ссылаться. Вот вообще все аналитическое описание, то, что касается самого ресурса в целом, оно базируется на 5-6 разделах 18 ГОСТа. И если говорить о структуре описания, то она примерно может выглядеть вот так, сама структура. Две части и соединительный элемент. В библиографическом описании составной части ресурса или аналитическом описании всегда приводятся две части, которые включают разные сведения. Первая часть это о статье, главе, разделе, о составной части. А вторая о самом издании, в котором она помещена. И для того, чтобы их разделить между собой, используется, вот она страшная тайна, дабл слэш. Знак «Две косые черты». С пробелами до и после этого знака. Ну, как и положено. Вот об этом всегда помним, когда мы описываем и ссылаемся, и в список источников вставляем не саму книгу, а мы работали, например, только с одной главой этой книги, и нас она интересует. И там содержится та информация, которую мы представили в своей работе. Вот тогда, да, вот про дабл слэш не забываем. Мы составляем описание не на всю книгу, не на всю монографию или учебное пособие, а только на ту главу или параграф, или раздел, с которым мы работали. Это уже становится аналитическим описанием. Ну и по другому схему библиографического описания, составной части, можно представить вот в таком виде. Немножко, правда, у меня вот эти две косые красные слэши наползли почему-то при переводе в PDF, сползли в сторону синего блока. нужно сместить между блоками и обязательно отделяются пробелами. Первая часть, вот то, что зелененькое, это то, что касается составной части ресурса нашей статьи или главы, или раздела. Синий блок посередине, это вот здесь помещаются сведения о самом ресурсе, большом, так как зеленое – это частное, синий – это общее, от общего к частному. И примечания в описаниях, которые иногда нужно, иногда приводим, но если мы говорим, а мы говорим об описаниях, для оформления наших письменных работ, это статьи в журналы, когда мы пишем, либо это какие-то студенческие работы, очень часто здесь без примечаний обходимся, сокращаем. Поэтому они вот таким немножко голубеньким цветом приведены, но вот место их там. И знаки, которые должны стоять между этими блоками, вот я их вам здесь тоже расставила, не забываем пробелом отделять тире. То есть схема, она достаточно простая, и ничего страшного, в аналитическом описании на самом-то деле и нет. Оно достаточно простое. Как это выглядит на примере? Ну вот я даже те же цвета оставила. Зеленая часть – это статья, это заголовок, обязательно дается под заголовком, то есть это автор этой статьи, мы помним заголовок. Затем идет заглавие, название статьи, сведения, относящиеся к заглавию, если они есть, и сведения о составной части документа, и дальше у нас пошло синие сведения об идентифицирующем документе. И заканчивается все, опять же, сведениями о местоположении составной части в документе. Ну вот, так оно и выглядит. И сведения о статье мы отделяем от сведений о самом журнале вот этими двумя чертами. И не забываем, что вот здесь, в конце, если у нас кусочек от документа, мы указываем те страницы, которые относятся к этому кусочку. Не ко всему документу, не общее количество страниц, а тот участок, где она расположена. Нужна ли запятая после фамилии? Ну, в принципе, вообще-то нужна. Иногда сокращаем, но в принципе, да, по правилам, по законам нужно. И сведения А. Хороший вопрос, Марина Григорьевна. Вот сейчас мы как раз к этому подходим. Надо ли повторять фамилию? Вот оно. Немножко опередили, прямо ждала этого момента. Ага, спасибо, коллеги. Про фамилию. Следующий пункт. Нужно ли указывать фамилию за косой чертой? Вот посмотрите, два описания. В первом случае у нас фамилия не указана, так, а косой черты нет. Во втором случае у нас появляется косая черта и появляется фамилия. В каком случае это нужно делать? Вот сравните. В ГУСТе есть такой хитрый пункт. Его название здесь на слайде есть. Вернее, его порядковый номер 7214. Если сведения об ответственности составной части ресурса совпадают с заголовком библиографической записи, вот он, заголовок, вот они, сведения об ответственности. Если они один в один, то в библиографическом описании составной части ресурса они могут быть опущены. То есть они совпали, поэтому у нас появился вот этот первый вариант. Ага, Альбина Владимировна, спасибо. Про запятую после фамилии. Если факультативный элемент, то мы сами принимаем решение, будем ли мы его использовать. Значит, можно опускать. Спасибо. 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 Ага, нет, все нормально. Элементом мы поняли. Спасибо, Альбина Владимировна. Отлично. Хорошая новость. Можно опускать. И вот смотрите, если у нас, например, в содержании журнала в оглавлении идет Алексей Балаев или Балаев А, ну, допустим, у нас не было бы вот здесь отчества, то мы бы его указали, а вот здесь в видениях об ответственности мы привели бы так, как нужно, с указанием отчества, с полным. И такой пример у нас еще там попадется с вами. Поэтому если один в один, если у вас и в содержании идет Балаев АК и пошло название статьи, вот этот элемент можно будет опускать, как в первом примере. То есть сведения об ответственности повторить не надо. Если отличается, тогда да, тогда приводим как положено. И сведения об издании иногда попадаются, редко, мне, честно говоря, пока не попадалось, но если вдруг вам попадется, сведения об издании, касающиеся самой составной части, то тогда они включаются в описание составной части, если они к ней относятся. Если это сведения об издании, переиздании, относящиеся к самому ресурсу, то тогда ставим вот сюда в синюю часть, да, сведения о ресурсе. После текста ставится, ставится, конечно, ставится. Издательство не указываем. Если есть, то указываем, если нет, то не указываем. И еще один пример. Элементы области идентификатора ресурса и условий доступности. Вот они приводятся. Это пункт 7.2.1.7, в котором сказано, что эти сведения приводятся по пункту 5.9. Это раздел в ГОСТе, который касается указаний идентификаторов, идентификатора ресурса и условий доступности. И вот сюда, после названия, смотрите, у нас здесь косая черта появилась, потому что у нас три автора. Вот мы их все три перечислили. И место дуи, это дуи не журнала. У журнала вот, адрес URL. Это идентификатор самой статьи, самой работы. Поэтому вставляем его вот сюда. Он встает сюда, в составную часть. Он относится к составной части. Не ко всему документу, а только к этой статье. Да, вот они. Вот они две двоеточия, которые, конечно же, ставим. Вот про это тоже не забывайте. Место дуи, оно после сведения об ответственности и перед вот этим вот. Вот это вообще элемент факультативный, условно, да, обязательный. Поэтому его тоже может не быть. Но если мы говорим об электронных документах, то их лучше все-таки, все-таки их лучше вставлять. И задание. Часть мы с вами уже прошли. Часть мы с вами уже посмотрели. Основные принципы мы с вами разобрали. То есть здесь у нас, как пойдет, вот так, да, и пробел между ними. Текст. Двоеточие, непосредственной, а там у нас был электронный. Место конференции входит в заглаве. И маленькое задание. Сейчас я вам дам две ссылки. И давайте 3-4 минуты, ну, кто быстрее справится. Это ссылки, которые содержат, ну, когда все написано, это все хорошо, хорошо бы еще и ручками это сделать. Ну, такая небольшая тренировочка. Теперь вы поработаете. Я вам даю две ссылки, на которых содержится информация о статье. Ваша задача составить библиографическое описание этой статьи и представить его нам. Так, кто первый, тот молодец. Первые три молодцы. Можете записать для себя, потом мы просто посмотрим, что у нас получилось. Итак, ссылка первая. А теперь попробуйте, насколько мы это хорошо прошли, насколько мы это хорошо усвоили, и насколько мы это хорошо умеем вообще делать. Статья с Дуи. Подсказку нужно открыть про Дуи. Сейчас переходим по ссылкам на эти странички сайтов и составляем библиографическое описание по этой статье. Вся информация, она там есть. Название можно сократить в данном случае, чтобы долго, много не писать. Все, время пошло. У нас с вами, давайте, 3-4 минуты на то, чтобы его выполнить. Так, а я пока посмотрю, что у нас в вопросах. Ага, шпаргалку. Вот это, Елена Викторовна. Вот этот, этот слайд. Адрес URL, те, кто особенно, если вручную делаете на бумажке, переписывать все не надо. Добрый день, Валентина Владимировна. Присоединяйтесь. Мы по ссылкам делаем, делаем задание. Присоединяйтесь к нам. Делаем задание, описываем по ссылкам, которые даны чуть выше, две ссылки. Составляем библиографическое описание составляем библиографическое описание составляем ресурса журнала. Вот, Светлана Альфредовна, очень интересно, правильный вопрос. В гости наоборот. Причем в одном образце, так, в другом иначе. В смартфоне, Елена Викторовна, не получается перейти. Ну, ничего страшного, не переживайте, у нас еще одно задание будет, которое будет уже на слайде. Будете у нас экспертом, что наши коллеги сделают. Светлана Альфредовна, в образцах и в примерах в самом гости. Светлана Альфредовна, Светлана Альфредовна, это как как всегда как и в прошлом гости было в одном примере так другом примере по-другому соглашусь да вот 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 с этим с этим соглашусь у нас коллеги диалог со светлана альфредовна и письме письменно устный пошел а и елена анатольевна и те кто смотрит на смартфоне у кого не получилось например скачать презентацию я в конце оставлю ссылку групп куда я сейчас выложу ее оттуда можно будет забрать ага так первый результат у нас появился альбина владимировна вот коллеги кто у нас не не смог перейти по ссылке давайте давайте смотреть альбина владимировна ирина владимировна спасибо ну еще один кто-нибудь если скинет первый вариант у нас без запятой 2 все спасибо коллеги молодцы да да давайте посмотрим первое у нас идет два автора поэтому под первым лукашенко м а после фамилии запятая ставится либо не ставится факультативный элемент вот с альбина владимировна мы сегодня этот вопрос выяснили спасибо большое за дополнение поэтому и тут и другой вариант приемлем но единственный принцип единообразие если уж в одном месте начали ставить запятую ставим везде если без запятой тогда везде без запятой имидж преподавателя вуза отлично после имидж преподавателя вуза обратите внимание двоетучие у нас в примере вот в чате да не отделяется пробелом с двух сторон потому что так написано это заказа заглавие это название самой статьи на мнение приоритеты студентов касая черта только там пробел но это техническая вещь торопились ага два автора у этой статьи поэтому вот здесь нужны будут сведения об ответственности потому что два автора и мы должны привести обоих текст электронный до высшее образование в россии да отлично написали что это сайт через двоеточие этот пример еще увидим и взяли его в квадратные скобки так сейчас это мне уже пошел пример марины григорьевны взяли его в квадратные скобки да мы поясняем что это такое и квадратные скобки то что мы это пояснение от себя добавили до его не было на экране и дальше пошел адрес статьи дата обращения или возможно дата публикации и смотрите более полная вот у галины юрьевны пошло знаете еще что здесь добавилось том то там не просто название журнала и указываем что это сайт это указываем то номер вот здесь только один не через запятую а это у нас номер том 28 номер 1 да не забывайте сказать что это номер дальше указание страниц да и дата обращения и смотрите если есть дата публикации то лучше ставить ее 2019 да 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 евгений веревна сначала год потом том потом номер вот вера георгиевна спасибо добавили дуи кто кто дуи не добавлял не забудьте пожалуйста дуи сюда добавить у этого у этой статьи есть дуи поэтому когда вы берете информацию сайта обращайте внимание если есть дуи то лучше указывать в первую очередь указывает дуи адрес сайта может поменяться с ним все что угодно может произойти а дуи уже привязаны к документу намертво ага но номер мы сюда не писали просто текст электронной да только пробелы то двоеточие пробелами отделяем высшее образование в россии ага заглавие и параллельное заглавие привели для студентов можно и без этого обойтись дай бог хотя бы основные сведения привести для идентификации год том номер страницы страницы кстати вот этот пример статьи я вам дала посылки обратите внимание там самом номере дуи в конце совпадает количество страницу для высшего образования в россии вот эти 46 56 это это номера страниц поэтому их можно и из этого номера дуи вытащить да отлично отлично только да и лучше заглавными буквами писать а оксана мироновна правильный вариант ответа в группе укажу так сейчас смотрим имидж преподавателя той до электронной высшее образование да только номер знак номера ольга александровна не забываем ставить а вот ольги александровна хороший вариант вот на него можно ориентироваться вот самое 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 последнее да и страниц 46 56 добавляем туда на страницы страницы мы пропустили страницы мы пропустили спасибо идем дальше сведения об идентифицирующем документе теперь про вторую часть описания описание идентифицирующего документа это библиографическое описание самого ресурса в котором помещена наша составная часть вот то что мы после про высшее образование писали до анна михайловна да и большими буквами слова и слова сочетания в основном заглавие не сокращаются но что делать если название у нас появляется вот такое можно ли его сократить или все приходится писать или все приходится писать целиком таких заглавий где по можно отлично и наталья павловна конечно можно сократить и вот что получается если мы сокращаем это заглавие слишком длинное заглавие можно сокращать заменяя пропущенные части тремя точками но отделяя их пробелами отделенные пробелами с двух сторон как сокращать заглавие если вот такое запутанное заглавие либо мы просто кусочек отделяем либо выбираете то что может вы идентифицировать без потери смысла а ты первое слово отвечать на вопрос что да что это такое чем кто автор и в двух словах о чем до этого достаточно от всего заглавие у нас получился сокращенный сокращенный вариант а а теперь небольшую литературную паузу сделаем даем вам еще одну ссылочку на на страничку на доску такую новогоднюю там приведем пример одного заглавия очень длинного вот сейчас по суточке попробуйте перейти и предложить свои варианты как его сократить то есть только делать мы это будем все там же на этой доске два клика мышкой по любому месту поля этой доске это доска подлет у вас открывается квадратик белый и там можно будет написать свой вариант как бы вы сократили это название кто у кого есть возможность перейти переходим туда у кого такой возможности нет я вам этот текст сейчас сюда попробую продублировать и так немножко дано можно нажать на плюсик с планами совершенно верно и вот вот такое название те кто у кого ссылки не работают из гаджетов нет возможности перейти ну вот я это название даю вам сюда вот такая книга как бы вы его сократили свои варианты попробуйте здесь привести а я вам потом скажу как 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 а как она была сокращена сокращена буквально пара минут ага спасибо светлана альфредовна а а значит будем сначала место а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Варианты в группе я тогда тоже просто сделаю скриншоты и выложу, что у нас здесь появилось. Те, кто не смог перейти на доску, те, кто перешел, тот увидел. Ага, вот один из вариантов сокращения мне понравился. Новый и полный водочный мастер дополненный. Все. То есть речь идет только об одном. А вот медовар куда у нас пропал? Новейших открытий... Гениально, Елена Анатольевна. Ага, новейших открытий. Вот сколько нам открытий чудных. В пользу любителей экономии. Ага, спасибо. Так, с прессовым куплением разных новейших открытий. В пользу любителей экономии. Знаете, как сократили это название, которое мы сейчас придумываем? Так, все, отлично. Принципы уловили. В описании мне попалось вот это сокращение. Там было приведено два библиографических описания. То есть приведено описание этой книги и потом полное название раскрытое. Ну вот, которое я вам и привела. Просто первую часть. Сейчас я даже вам в чат просто покажу, как оно было. Без всяких наворотов было сделано, просто сократили вот так, не мудрство и лукаво. Но те варианты, которые предложили наши коллеги, вот если их посмотреть, мне кажется, здесь есть более достойные варианты сокращения этого названия. Дополненный и в целях экономии. Отлично. Все, развлеклись. Теперь идем дальше. Вопрос. Вероника Александровна спрашивает. Если в статье 2 и более авторов, соответственно, за косой чертой авторы перечисляются. Да. С принципами единообразия при составлении списка литературы. Все нормально. Если автор 1 и, естественно, они не перечисляются. И если его заголовок, то, что указано в заголовке, совпадает, то никаких не требуется еще дополнительных идентификаций, тогда просто не приводим. Все нормально. Здесь мы принципа не нарушим. Отлично. Теперь, коллеги, поиграли. Идем дальше. Значит, за сведения об идентифицирующем ресурсе, за косую черту. И библиографическое описание этого ресурса составляется по общим правилам, да, из 5-6 разделов. Да, вот здесь у нас была дискуссия, пока играли, пока разбирались, куда год и место издания. Давайте его вот сюда вот и перенесем. Сначала место издания, да, потом у нас идет уже дата проведения. Светлана Альфредовна, так? И вот они, сведения еще об идентифицирующем ресурсе, разные составные ресурсы, как они могут быть описаны. Вот смотрите. Хрестоматия. Ну, сразу как прочитать уже по самому описанию, можно будет прочитать, что это за ресурс, который нам нужно искать, и где мы будем искать эту составную часть, эту статью или этот кусочек от большой части. Сразу смотрим за эти две косые черты. Вот это важно при поиске информации. Сначала смотрим то, что выделено синим, то, что стоит за двумя косыми чертами. Да за что спасибо, Светлана Альфредовна? Это вам спасибо. Вот смотрите, когда мы ищем информацию, очень большая ошибка, частая ошибка, которая допускается и студентами, и самими преподавателями, когда мы забываем про вот эти две черты, и тогда получается, что вот это вот, это не аналитическое описание, это не составная часть, а это как бы название сама книга. И начинаем поиск вот отсюда. Вот это самая большая ошибка. Росписи статей может не быть, тем более из сборников, тем более из трудов конференции или материалов каких-то научных крупной организации, где очень много авторов. Вот это, скорее всего, не делается. Поэтому если есть в каталоге статья, это хорошо, но ее может там не быть, она не расписывается. Поэтому нам надо сначала первый шаг найти сам источник, и уже в самом источнике нам необходимо найти его составную часть. Поэтому две косые черты для нас очень важно указывать, особенно если мы даем задания нашим студентам, не забывать вот про это. Первое, это книга, это хрестоматия. Вот вы видите, описание пошло так же, как мы даем обычно для книг. Вот пятый раздел пошел. Но в конце мы указываем те страницы, где располагается эта статья. И вот смотрите, вот у нас вот так было указано в оглавлении самой книги. Таль М. Поэтому мы добавляем косую черту и пишем ЭМЕНТАЛЬ. Если бы у нас было вот ровно так же указано в оглавлении или в содержании книги, этот элемент мы могли бы и опустить, не обойтись без него. Да, вот это мы, можно было бы уже и не указывать. Но мы его указываем, потому что есть расхождение. И вторая часть, это для журнала. И третья часть, это для трудов. Указываем обязательно тот номер. Поэтому, когда вы ищете литературу или даете задание до поиска литературы своим студентам, объясняйте, или они приходят к вам с вопросом очень часто, а этого нет в интернете, а вы точно знаете, что оно в интернете есть или в библиотеке, спрашивайте, а как он ищет. Начинать надо всегда вот отсюда, с источника. Находим источник и уже внутри источника ищем зеленую часть, ищем вот эту составную часть. Название издания можно. Можно опускать и название издательства. Прошу прощения. Название издательства, когда оно указывается, особенно в аналитических описаниях. Если у нас, вот как здесь, продолжающиеся сериальные и периодические издания, вот они идут, здесь мы издательству не указываем. Но если это у нас книга, то тогда издательство указывает, где оно вышло. И вот смотрите, что еще. За косой чертой в первом примере мы указали одного редактора, хотя их там гораздо больше. Это тоже записано в гости. Есть такое правило, что за косой чертой мы, сколько там четыре автора, правило трех у нас отменено. Мы его указываем, указываем всех четырех авторов, а последующие идут у нас и дыры в квадратных скобках, как было. Это не касается других лиц, которые не являются авторами или соавторами. В этом случае мы приводим одного, вот как у нас редакции, под редакцией первого, и тогда уже добавляем в квадратных скобках и дыры. Одного, потому что это не автор. Там есть разрешение, можно одного, можно трех. Для студентов, например, одного уже достаточно. Пусть указывает одного, все-таки по принципу простоты. А не редактором, да. А если бы не редактором, да. Иллюстративная страница с двоеточим. А, Анна Михайловна, это вы про марк, я так понимаю. Вот к этому мы пока не касаемся. Мы пока про письменные работы самое-самое простое, разбираем, как это делается. Вопрос услышала. Вопрос услышала, Анна Михайловна? Посмотрю. Спасибо. Если можно, повторить его, пожалуйста, во вкладочку вопросов. Хорошо? Вот во вторую вкладочку туда. Если, да, Светлана Альфредовна, ну что поделаешь. И следующий у нас осталось совсем чуть-чуть до завершения. Составная часть сборника материалов конференции, если это является аналитическим ресурсом, то обязательно приводим электронный адрес, URL обязательно должно быть. Все остальные, все остальные части оформления остаются вот ровно так же, как мы и до этого смотрели. И добавляет столько обязательно, нужно указывать URL, и добавляем вот сюда то, что это электронный журнал. Да, если это... Вот URL обязательно должно быть, и то, что это электронный журнал. Вот сюда дописываем сведения об относящиеся. Да, сюда через двоеточие. Если это написано, мы видим это на экране, тогда оставляем так. Если мы это сами взяли из других источников, тогда квадратные скобки не забываем. И для публикаций в электронных журналах можно заменять дату обращения на дату публикации. Они, как правило, там указаны. То есть их можно взять из самого ресурса. И если перейти по этой ссылке, кстати, это очень полезный ресурс, такой хороший, если перейти по этой ссылке, открыть саму... составную часть ресурса, саму статью, но это не совсем статья, это презентация. Там не указано, что это презентация, поэтому стоит в квадратных скобках. То это выглядит вот так. Она реально существующая. Дата публикации в скобках можно без них. Хороший вопрос. Дата обращения у нас точно стоит в скобках. Надежда Владимировна, проверю, посмотрю. По дате публикации, по-моему, там было без скобок. По-моему, там у нас было шло без скобок. Просто дата публикации, а вот дата обращения у нас стояла в скобках. И вот так выглядит эта статья на самом деле. Это презентация, это презентация в PDF. А вот так она выглядит в каталоге этого журнала. То есть вся информация для библиографического описания ее взяли вот отсюда. А тут же можно перейти посмотреть сам документ. Сейчас я вам еще этот ресурс покажу. Вот источник публикации, вот она дата публикации. Вот оно у нас сюда ушло. Два варианта. С дуи и без дуи. Вот первый журнал у нас, который мы с вами смотрели, он был с дуи. Здесь дуи нет, поэтому его сюда никуда не ставим. Если бы он у нас был, мы бы его куда поставили? Вот сюда, перед текст электронной. Про дуи не забывайте, пожалуйста. Обязательно смотрите. Если у журнала стоит дуи, лучше указывать, в первую очередь обязательно указывать его. Так больше шансов не потерять эту статью. И последнее задание у нас с вами на сегодня. Но прежде чем мы его выполним, я вам покажу вот этот полезный ресурс, из которого мы вот эту статью брали для примера, которые смотрели. Вот этот журнал. Ссылка здесь действующая, из презентации она у вас откроется. Теория, практика, каталогизация, поиск библиотечных ресурсов. Рекомендую в качестве такого ресурса для информации. Вещь полезная, очень много интересных публикаций. И вот отсюда есть доступ к полным текстам статей. То есть если берем нужна какая-то информация по данной теме, поиска информации, либо библиотечной каталогизации, теории практики, какие-то вопросы. Вот здесь эту информацию, эти вопросы можно будет посмотреть. И последнее задание. такое завершающее. Даю вам тоже ссылку, можно перейти на этот, так как мы делали в первом случае, переходили на доску и свои варианты оставляли там. Так же, как играли с названием журнала, можно поиграть здесь. Попробовать сделать библиотографическое описание составной части ресурса статьи. Вся информация практически есть здесь, но за исключением может быть страниц. Но страницы, хорошо, они здесь не указаны, мы их опустим. Это журнал с ДОИ. Те, кто может перейти по ссылке, лучше это сделать там. Те, кому это недоступно, можно сделать здесь же в чате. Вся информация у нас есть. И буквально 3-4 минуты. Все название не пишите, возьмите сокращенное название, например, вот так, два слова отсюда. Все ДОИ тоже писать не надо, возьмите только вот так вот там, ДОИ 10 с точкой. Да, все. Весь ДОИ переписывать не нужно. И последнее задание на сегодня. Завершаем нашу работу таким небольшим практическим заданием. Буквально 3 минуты на выполнение, время идет. Если варианты появляются, пожалуйста, оставляем их или на доске. только когда щелкаете по самой, чтобы создать свое, свой комментарий на доске, вы, пожалуйста, не по тексту вот этой статьи щелкаете, а на свободном поле. Иначе он ее у вас просто будет дублировать. Да, он ее у вас просто копирует. Да, а вот то, что у нас создается, так, вот я их сейчас немножечко отодвинул, да, и вот на свободное место можно будет создавать. То, что у нас скопировалось, это мы тогда просто, наверное, поубираем. Сейчас я их удалю, чтобы они у нас не мешались. Все. И можно там, можно будет его там создать. Сведения. Сведения, относящиеся к заглавию. Татьяна Генриховна, сразу пока работаем, выполняем задания, те, кто выполняет. Сейчас все пишется полностью. После косой черты, Светлана Ивановна, инверсия происходит, все инициалы перебегают вперед. Сначала инициалы, потом фамилия. Заголовок, фамилия, инициалы, за косой чертой меняются местами. За косой чертой все наоборот. дует целиком не переписывайте, просто до и вот 10 с точечкой и все, чтобы не... Ага, сейчас я немножечко вот так вот все расставлю. Новых медицинских технологий. нет, Продолжаем. В одном из вариантов, я сейчас смотрю, что у нас на доске происходит, три знака вопроса. Если мы открыли эту статью, то можно взять из поисковой строки, где находится этот ресурс, в котором мы смотрели. Вот туда URL можно поставить. Дата публикации, да, отлично, рентгенологическая. ДОЭ, текст электронный, вестник новых медицинских технологий, электронный журнал, номер, страницы такие-то, URL, дата публикации. Так, сейчас я зайду вот сюда, возьму. ФГБУ. Смотрите, вот, Наталья Федоровна, вот то, что мы пишем в ФГБУ, центрально-клиническая больница с поликлиникой УДТТТ, вот это вот можно опускать. Это в научных изданиях сведения, относящиеся к автору. В библиографическом описании вот это можно не указывать. Нам достаточно вот этого указать. Фамилия, имя, отчество. Вот это можно опускать. Это не издающая организация. Это место работы автора. Это нужно потом, когда данные заносятся в РИНС, по названию вот этих организаций, в которой работает человек, происходит привязка статей. Вот когда мы говорим о публикационной активности, привязка и организации, высшее учебное заведение, учебное заведение, их же интересует публикационная активность, их рейтинг по публикационной активности. Они смотрят в РИНСы привязку статей не по автору, а по названию их организации. Вот для этого и требуется их правильно указывать, когда мы публикуем свои статьи. А в библиографическое описание мы их не вставляем. Это не название организации, издающей. Это относится к сведениям, к самому автору, место его работы. Сейчас я еще один вариант приведу. Поэтому вот этого лишнего не надо. Вот мне понравился вариант, который у нас был в примере вот там на доске. Бабаева только вот здесь у нас. Чего будет? Будет не точка, а либо без точки, либо запятая. Я вот не вижу здесь точка или запятая у нас стоит. Рентгологическое исследование. До и такое-то. Мы договорились, что мы сейчас его просто сокращаем. Текст электронный, название журнала, номер, страница. И дальше пошел URL и дата публикации, которая у нас есть. Ага, отлично. Вот пример, который я вытащила с нашей доски. Кто на досках сегодня работал, они остаются, пока оставлю открытыми, потом через какое-то время удалю, но скринкасты сделаю. Сегодня и завтра они точно будут открыты. Можно будет зайти еще раз там что-то придумать, поделать, посмотреть, интересные примеры себе скриншотить. То есть я ее вам пока оставляю. Потом, к сожалению, придется удалять, потому что ресурс на бесплатном доступе, он не позволяет много досок иметь одновременно, поэтому что-то приходится на память фотографировать и потом заменять другим. Ага. Ага. А если поду и открыть, там будет дата публикации. Если здесь нет, нет, ничего страшного. Мы знаем, куда она ставится, самое главное. Здесь можно не повторять, Надежда Александровна. После косой черты можно не повторять, потому что данные вот они так и приведены. Ну, привели, так привели, ничего страшного. Ой, доска не открылась. Ничего страшного. Попробуйте потом просто ссылку себе скопировать. И да, конечно, Евгения Веревна, в циклете, конечно, ошибки допускаем. Потом можно будет разобраться, сделать лучше и использовать это задание, может быть, для своих целей. Итак, коллеги, отлично, молодцы, справились. Журнал, еще раз напоминаю, берите себе в ресурсы. Хорошая, полезная вещь автора можно не повторять, потому что данные по автору, они указаны правильно там. Можно закосую черту его в этом случае не повторять. Ага, номер, да, символ номер. Кто у нас пропустил символ номер? Кто у нас там пропустил символ номер? Ай-яй-яй. Кто-то его просмотрел. Ну что, коллеги, сегодня мы с вами, кто-то повторил, кто-то познакомился, постарались разобраться с аналитическими описаниями или биографические описания составной части ресурса. Немножко попробовали ручками сами поделать, посмотреть, разобраться, да, и попробовать это на практике. Доски я вам оставляю там сегодня-завтра, может быть, даже еще и воскресенье посмотрю, но сегодня-завтра точно будут открыты. Презентацию, если у кого-то не скачалось, сейчас я ссылку, и вы еще не в нашей группе, я сейчас ссылку на нашу группу в чат размещу, можно будет записаться туда, и я презентацию сегодня постараюсь туда выложить. Да, вот наша группа, презентацию я туда выложу, оттуда можно будет ее взять. Итак, всем спасибо большое сегодня за активную работу, за... Ага, что-то не скачалось, да ничего страшного, мы знаем, что они там есть, Вероника Александровна. Спасибо за активное участие. Сегодня, честно говоря, мне с вами очень интересно было работать, не знаю, как вам, но мне было очень здорово. Спасибо за активность, за дополнение, за комментарии. У нас сегодня действительно получилась такая очень, ну, мне показалось, хорошая совместная работа. В следующий раз мы с вами встречаемся, ну, так уж сложилось у нас по расписанию, что в среду, ну, постараюсь, что в среду тоже что-нибудь интересное у нас с вами на вебинаре будет, ну, помимо темы описания электронных ресурсов. Всем спасибо, всем хорошего дня, и пусть пятница 13-й будет сегодня счастливым днем для всех. И передаю, на этом я с вами прощаюсь, и передаю слово... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok